Друзья, всем привет! Вы на канале Виктория Лид. В сегодняшнем видео предлагаю вместе с вами окунуться в атмосферу моего дома. Будем убираться, будем готовить, будем наводить порядок и чистоту. Я покажу вам рецепт своего вкуснейшего кекса, который готовлю третий раз. А также покрасим волосы. В общем, начинаем! А перед просмотром я хочу предложить вам подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Видео начинается с продуктовых моих закупочек. У меня был муж в магазине, был в пятерочке, принес молочко, детское питание, хлеб и так далее. Вы не представляете, насколько это удобно, когда сразу нарезаешь весь хлеб, весь все колбасу, весь сыр. И потом реально больше нету никаких крошек, не надо ничего резать, не надо лишний раз доставать разделченную доску, доставать как-то все, ножики мыть постоянно. Это настолько удобно. Взял, сделал себе бутерброд, взял себе, сделал там на второй, на третий хлеб, жук к тебе готов. Это прям, не знаю, почему я раньше до этого не дошла, но это очень круто. Сейчас мне идет приготовление обеда, да, мы доедаем уже порцию лапши нашей, ну, наконец-таки мы ее доедим до конца. У нас вообще такое очень редко случается, но если случается, то я этому очень сильно рада, когда не переводятся продукты и не как-то все выкидывается. Дальше у нас идет утро следующего дня, завтрак. Я первый раз решила использовать варенье, использовала клубничное варенье с блинчиками. Блинчики все так порезала, так вкусно, так красиво. Дети мои сами не ожидали. А теперь приступаем к приготовлению соляночки. Кто-то называет ее балладой, как я поняла, в Питере говорят, как-то еще ее называют, кто-то говорит, что это просто суп. Ну, короче, это все, что было у тебя в холодильнике. Готовится очень быстро, очень просто, очень полезно и очень согревающе, когда особенно вечером, как-то, знаете, осенью... Ну, сейчас как будто осень такая погода, у нас просто дожди, и кажется, такое согревающее блюдо, очень такое уютное и эстетичное, что ли, запах наполняет аромат капусты весь дом. И вам приятного просмотра, если что, задавайте какие-нибудь вопросики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще очень сильно люблю готовить солянку конвейерным способом, то есть ты нарезал чуть-чуть, потом еще чуть-чуть также закидываешь сковородку и параллельно уже нарезаешь следующую порцию овощей. Мне кажется, когда у тебя огромная порция овощей, так намного удобнее, когда используешь одну, допустим, как я, разделочную доску, то реально удобно, допустим, по четвертинке чего-нибудь, постоянно что-то там, когда все тушится, жарится, парится, как-то проще все нарезаешь и потом сразу же отправляешь сковородку. То есть я обожаю вот такой вот метод и всегда добавляю какую-нибудь томатную пасту туда. Если какая-то без специи томатная паста, то можно добавить какие-нибудь приправы. А так я, в принципе, добавляю только соль и у меня сейчас томатная паста хреновина. Ну, я думаю, вы знаете, такое очень вкусное, полчаса и готово на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok А пока готовятся мои соляночки, я решила показать, что я вчера постирала раз, два, три рюкзака, можно сказать, стираю тоже жидким порошком на синтетике 40 градусов. Дальше мы вчера, я вчера не снимала, мы были заняты, мы вчера зашивали вот этот проем верхний гипсокатоном, а внутри сетка из брусков. И мы вчера всем этим занимались, чтобы все было аккуратненько, какой-то камень забивали. Это наши дверки в туалет и в ванную. И, в общем, вчера вот этим вот занимались, пропинили, все вышло очень хорошо. Завтра к нам придет электрик, и у нас вот эта розетка перейдет в ванную комнату. Мы вот только не знаем, куда ее поставить, примерно только знаем, но пока что не решили до конца, и поэтому вот такая вот эстетическая версия розетки у нас пока что здесь стоит. И выключатель, конечно, вы тоже видели. Пойдем в зал, в спальню детскую. В общем, сегодня мы решили заняться спальней детской, и у меня муж сегодня занимается тем, что шпатлюет потолок. У меня получила где-то одна треть, будет, скорее всего, в два слоя. Мы, получается, просто сбили всю старую побелку, и задел он, получается, швы как раз. У нас здесь нет ни люстры, ни лампочки, пока что нет ничего. И он в один слой, потом во второй, потом краской будет шпатлевать это все. Вот так сейчас выглядит на данный момент наша спальня. Это, конечно, ужасно, но он все равно уже хорошо убрался так. Вот краска, которую мы будем красить, если кто не видел. Краска интерьерная, акриловая, ВГТ, белоснежная. Мы будем мешать с колером. Цвет шоколадный. Дальше. Так, и вот такая у нас финишная шпатлевка, роды банд, кнауф. Да, она стоит, сколько стоит? В районе 350, наверное, рублей. И сейчас как раз будет ей делать в два слоя, а потом будет стены тоже, когда время у нас позволит делать в один слой, скорее всего. И потом можно будет красить, и мы ждем, не дождемся этого момента. Скорее бы все это закончилось. Все это строительное постоянное пыль, и наконец-таки можно будет сюда переехать. И вообще, если честно, сейчас, конечно, я понимаю, что я не в лучшем свете, но если мы, допустим, сейчас сделаем спальню, потом мы перейдем сразу на коридор, а потом, когда мы закончим с коридором, мы перейдем на зал. И как раз, почему я делаю все эти расслабления сейчас, потому что нам нужно, чтобы меньше вещей было таскать. И получается, мы все переедем в спальню подделанную, без пола пока, и будем делать в зале, все с ремонт заново, и, короче, такой круговерц какая-то постоянно. Вот в этот раз мы не задействуем ни ванну, ни туалет, ни кухню. Мы будем делать спальню, коридор и зал. Ну, конечно, не все сразу у нас получится, но вот хотя бы как-то так у нас первые такие разрисовки есть. И когда мы как раз закончим в зале, я так думаю, что в этот момент мы будем заказывать полы на комнаты. И с финансами мы крайне не укладываемся, но я думаю, что в ближайшее время как-то будет, ну, надеюсь, мы решим эти все вопросы. Я записала спальню в стол, потому что, кто не знает, я до сих пор бомж. Буду поговорить с временной пропиской, и я буду прописываться в свою квартиру, в которую мы платим ипотеку. И скоро я тоже поеду туда, к нам приедет моя мама и посмотрит, что это. И нужно сразу все это все. Все, что-то так, сходу на такие дела, маленькие. Продолжение следует... А сейчас мы начинаем, приступаем к приготовлению кекса. Можете называть бисквитом, можете называть как хотите. Я готовлю его в третий раз, и мне каждый раз очень сильно нравится. В прошлый раз я готовила с бананом, было тоже вкусно, но не настолько, насколько с изюмом. В общем, у меня самый обычный изюм, рис я промываю. Также беру форму для запекания, пергаментную бумагу. Ну, все как полагается, когда все готовят. Мне кажется, выпечку все это должны все понимать. По ингредиентам нам нужно 3 яйца. Нам нужно чуть-чуть посолить. Дальше идет 250 грамм кефира. Любой жирности, любой просроченности. Дальше идет 100 миллилитров растительного масла. Мы все вместе смешиваем. Дальше пойдут у нас сухие продукты. Вообще, по-хорошему, надо сухие вместе смешать. Но я, чтобы не портить лишний раз емкость, всыпаю так. Получается где-то 200 грамм муки просеянной. Нет, она как раз закончилась, и мне надо заново купить обязательно. Просеиваю обязательно тоже. Дальше у нас идет разрыхлитель. Немножко, знаете, полторы чайной ложки. Дальше у нас идет сахар. 180 грамм. И немножко ванили. Все смешивается очень хорошо. По консистенции это напоминает жидкую сметану. И на самом деле, если даже я смогла это приготовить, мне кажется, сможете и вы. Это готовится очень просто, очень вкусно. Все смешал, в духовку поставил. Ушел на полчаса и готово. Даже следить не надо. Просто по таймеру посмотрите, как вам удобно. У меня это 35-45 минут. То есть у меня духовка долго на самом деле. Все это печет. И просто закинули и готово. Вниз я, как делаю, я всегда сейчас буду освобождать сковородку. И помою ее сразу. Маленькую у меня сковородку, которая влезает очень легко в нижний ряд решетки. Вот в моей печке. Чтобы ничего не пригорало, я туда наливаю водички. Ставлю туда, отжимая ручку. И ничего больше у меня не пригорает. Спустя вот таких вот моментов. Правда, пальцы я обожгла. Дальше идем. Я сегодня решила, уже несколько дней назад решила. И сегодня наконец-таки дошли руки помыть коврик предверный. Мне кажется, он такой грязный. Я в жизни это делаю в первый раз. Он такой грязный. Там столько грязи. Это вообще ужас какой-то. Но мало в тазике замочить. Но тазик мне маловато казалось. И у меня сейчас используются всякие расходники. Потому что я пересмотрела свою бытовую химию. И взяла вещи, которые я хочу вот прям добить, добить, добить. И вот как раз какой-то там пятновыводитель от БОС. Для ткани, для поверхностей. Я его сейчас активно использую. Мне он нравится. Он супер бюджетный. Не знаю, откуда он мне достался. Но откуда-то достался. И дальше вот тщательно все промываю. Еще хорошо вот такие коврики стряхивать в ванне. Прям отбить. Тогда они лучше уйдут. Напишите, делали вы когда-нибудь такую процедуру или нет. Я думала засунуть в стиральную машинку. Но я ее пощадила. И не пощадила свою ванную. А сейчас я решила вам показать результат до, какие у меня волосы были до окрашивания. Конечно, целиком корни не вошли. Они у меня как раз с сединой. Но все равно видно, что они сильно отросли. А у нас тут шум и гам. Короче, сейчас я решила вам показать. Сейчас я решила, пока Максимка спит, покрасить свои волосы. Потому что мне это прям горит. Я надеюсь, вам не мешает ни вода, ни стиральная машинка. Но у меня там стирается куртка и рабочая одежда мужа. В общем, сначала нужно промыть волосы. Я буду использовать только шампунь. У меня 3 смс. Самый обычный бальзам. Что-то я достала. Не то. Так, дальше я буду использовать для смешивания краски. 3% оксид от Акапус. Дальше у нас идет сама краска у меня. Констант Делайт. Заказывала на Вайлдберис оттенок. 7,42. Бюджетная краска. Я в первый раз попробую 7,0. Дальше у меня 7,0. Заказывала на Вайлдберис супер бюджетная краска. Попробую в первый раз. Решила не делать отдельное видео. Дальше у нас идет обязательно после окрашивания. Будет ждать минут 30, 40, 50. Я обычно ждут минут 45, 50. Дальше идет шампунь из стабилизатора цвета. Обязательно с низким PH. У меня 3,5 от Олин. Дальше у нас идет бальзам, кондиционер. Стабилизатор тоже цвета. 3,5 у меня тоже Олин. В общем, сейчас все быстренько вместе с вами нанесем. Не хочу себе делать отдельное видео. Хочу вот поскалить бы и лишь бы отделаться. Пока у меня кексик тут варится. Мне там Юрка шоколадку разбросала. Надо помыть полы. В общем, сейчас быстренько сделаем. И я наконец-таки буду хотя бы в себе, что ли. Не с такими отросшими корнями, как у меня сейчас. У меня они где-то сантиметра 3 отросли. То есть они уже очень большие. И у меня, кстати, очень много седых волос. Поэтому я крашусь сейчас. Это вообще я только в блондинку перешла и вообще не красилась. У меня есть целый плейлист. И если кому интересно, когда я была блондинкой, хотите, посмотрите. Вон по ссылочке будет в описании. Вот какой у меня сейчас цвет. И где-то вот досюда вот, наверное, это крашеные волосы. А дальше уже... Я не здесь покажу. Где-то вот досюда, наверное, крашеные волосы. А дальше уже чистый блонд, осветленный до десяточки. И поэтому он немножко выдает какую-то белизну, желтизну. И сейчас я надеюсь, что мне все-таки подойдет и краска, и все вместе. Одеваем обязательно кофту, которую не жалко испачкать. Я эту хотела расхламлять, потому что на нее как раз попала краска. И сейчас я думаю, что теперь она у меня будет для окрашивания. Как раз ни шорта, ни испачку, ни майку. В общем, не страшно будет. Будет для меня чисто для окрашивания. Вот, так что поехали. Для начала нам нужна какая-нибудь емкость. Я взяла тарелку моего мужа. Да простит меня он. И должна обязательно быть не металлическая, какая-нибудь керамическая, какая-нибудь пластиковая. Без разницы. У меня здесь два тюбика краски по 60 миллилитров. Я буду делать пропорцию 1 к 2 примерно. То есть, где-то 120 миллилитров краски и 200 грамм оксида. Мне кажется, у меня для моей пропорции, мне оно нравится. Мне оно подходит. Корни, седину хорошо закрашивает. И я заклинаю вас, никогда в жизни не занимайтесь окрашиванием, если вы сами этого не изучали информацию предварительно, потому что обязательно, просто необходимо изучить всю информацию, знать наперед, что, как себя вести, как все дальше это будет. Дальше обязательно нужно снимать все кольца, все украшения. И просто нужно изучить всю информацию, не делать ничего на бум и посмотреть экспертов в этой области, чтобы предотвратить ошибок, облысения, потому что случиться может в этой жизни все, что угодно. Я это делаю на влажные волосы, потому что у меня волосы такие сами по себе супер пористые. И от этого они впитывают очень много краски. То есть, смотрите на мою длину примерно. Мне нужно 400 грамм смеси, чтобы... Нет, 300 грамм смеси, чтобы хоть как-то ее увлажнить. А так я обычно использую даже по 2 тюбика, по 100 миллилитров. И все это умножаем на 2 оксида. Один к двум делаю. То есть, у меня волосы как губка все впитывают. И мне действительно надо очень много краски. Надо смотреть по консистенции. Кто-то может сказать, что можно сделать просто корни, а дальше на 10 минут протянуть по всей длине. Но мне это не подходит, потому что у меня волосы просто пустые. И показываю вам, как я это делаю буквально за 5 минут и готово. Ждала я где-то 50 минут. И обязательно нужно смывать именно средствами из профессиональной линейки стабилизаторы, шампуни, цвета и бальзамы. То, что если вы сделаете другими средствами, то вы не остановите реакцию. И реакция будет продолжаться вплоть до следующего дня, если не больше. И цвет будет меняться. И это никому на пользу не будет идти. Сейчас я параллельно хочу окрашивать брови. И буду использовать кнут для бровей от Lilo. Бюджетная марка. Вы знаете, 2 мазка и готовы. И пошел. В общем, в конце увидите результат. Мне он очень сильно понравился. А тем временем приготовился мой кекс. Смотрите, какой он пышный. Я немножко минут на 10, наверное, его задержала. И вот такой он в разрезе. Он очень красивый. Очень вкусный. Очень нежный. Даже мой старший сын не стал. А младший сын очень стал. Ему очень сильно понравилось. Смотрите, какой он пышный. Смотрите, какой он пышный. Смотрите, какой он пышный. Смотрите, какой он пышный. Краска мне, в принципе, понравилась. Но она мне не везде равномерно взялась. И где-то вот есть какие-то более светлые порогалы. В принципе, она, мне кажется, немножко затемняет цвет. И сама бы я не стала ее повторять. Если честно, я взяла бы, как обычно, свой капус гиалуроник зеленый. Очень хорошая краска. Очень бюджетная. Очень классная. Но на это тоже у меня не было никакой плохой реакции. То есть там все было нормально. Брови я покрасила хной для бровей от Lilo. Стоит 150 рублей. Там два таких сашетика по сколько-то, где-то 5 или 10 грамм. И вот держится она недели две. Вот она сейчас так выглядит. Можно нанести менее интенсивно. Но мне кажется, под мой цвет сейчас она подходит идеально. Я, когда крашусь, обычно всегда ее так, знаете, наношу. И все. И на этом я пока буду с вами прощаться. Всех люблю, обнимаю. Скорее всего, сейчас побегу в магазин. За колбаской с сыром. Да, у нас закончилось. И всех люблю, обнимаю. Всем до новых встреч. И совсем скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok